Сегодня мы зайдем в гости в партию народной свободы Константину Мерзликину, поговорим о санкциях, введенных в отношении России, об уровне жизни граждан, о том, как все происходящее влияет на их жизнь и, конечно, о том, куда катится наша российская экономика. Когда российский человек почувствует на себе последствия введенных санкций в отношении России? Автовладельцы уже почувствовали? Очень. Значит, новых машин не купить. Тот, кто делает техобслуживание очередное, убеждается, что цена вопроса выросла. Ну, там, какой-то из друзей утверждает, что в два раза, другой в три раза. А когда я сам делал техобслуживание, мне сказали, извините, вот фильтра нету. Но мне предложили, мы просто его продуем хорошенько, и год он еще поработает. А там посмотрим. А там, глядишь, может быть, что-то появится. Значит, ну, я сказал, а есть ли варианты? Говорит, вариантов все равно нет. А делал я это месяца два, наверное, назад. Почувствовали ли вы подражание цен на автомобили и на запчасти уже на себе? Нет, я думаю, что они, наоборот, снизились. Я купил машину в феврале до вот всех событий. Потом цены выросли раза в два, наверное, или в три. А сейчас они спустились обратно. То есть вы это недавно прям купили? Ну, вот я купил новую машину в феврале. Дальше я ужаснулся, с одной стороны, тому, что цены увеличились в три раза. Потом успокоился, потому что они снизились. Ну, может быть, в силу того, что у меня довольно бюджетный автомобиль. То есть это корейский производитель. Не то, чтобы они прям сильно ушли с рынка. Первое. А второе то, что в целом и цены стабилизировались. И на топливо, и на запчасти. Поэтому пока никаких проблем нет. Ничего хорошего не думаю. Что думать? Как вот планируете ремонтировать машину? Хватит ли денег вам? Не хватит, не хватает. Как может быть хватать? Думаю, что доллар падает, значит, будет и цены падать, и все будет приходить в норму. Кто виноват вот в том, что... Не знаю, кто это. В эти политики я не разбираюсь. Здравствуйте. Виноват. Что за... Спасибо, даже водители не ездят. Отсюда за 200 рублей как можно 10 километров ехать? Это связано с правительством. Один раз Путин приехал, там покатался, на чем-то, да, они охренели совсем. Скажите, вы почувствовали подорожание цен на автомобили, на себе, на запчасти, уже почувствовали? Да. Ну, мы тоже почувствовали. Мы ничего не можем. Попробуй, вот сейчас выйди и скажешь слово. Ни одни ребра не будет у вас сели. Против них скажешь что-нибудь, тебе посадят. А вы что, прекрасно это все знаете? И все знают. Да, в принципе. Как думаете, кто в этом виноват? Не знаю. А хватит ли вам денег для того, чтобы поддерживать свой автомобиль? Мы работаем, хотя на пенсии. Нет. Почему? Не знаю. Муж занимается ремонтом? Нет, он просто новый. Я знаю, у вас есть накладная, значит у вас есть автомобиль. Да. Как вы почувствовали подорожание цен на автомобили и на запчасти? Ой, критически. Отношусь к этому вопросу. Вы думаете, кто в этом виноват, что цены выросли в три раза? Сами люди. Почему сами люди? Ну, потому что бороться не могут за свое счастье. А китайские аналоги? Во-первых, сами китайцы вроде бы как-то, что-то китайцы не так охотно сюда двигаются. Запчасти? Не в части запчастей, не в части разворачивания какого-то нового производства автомобилей. Может они что-то знают, понимают? Для нас Китай это что-то такое очень большое, очень продвинутое и что они могут нам весь мир заменить и помочь, спасти ситуацию, так скажем. Но у них на нас свой такой не очень симметричный взгляд, так скажем. Они видят, ну страна такая большая, значит, по территории, но как рынок, но он меньше какой-нибудь там, я не знаю, отдельно стоящей там Испании, я так полагаю. Грандиозных усилий для захвата этого рынка, для продвижения сюда своих каких-то интересов, они просто микроскоп смотрят, значит, и не могут рассмотреть и увидеть. Тем более, зачем им рисковать своими какими-то отношениями там с реально крупными рынками вроде США и ЕС там. Самим попасть вот в какую-то неприятную историю в связи с сотрудничеством с Россией, так они скорее скажут, да ну его болото, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Спасать они точно никого здесь не намерены. А что с трубопроводом, газом, который идет на 60 лет вперед, Китаю там Путин что-то уже продал? Уже построенные газопроводы и нефтепроводы, они все работают на полную мощность. Даже если бы они были свободны, это все равно не позволило бы полностью переориентировать, скажем, европейские наши поставки нефти и газа на Китай. Константин Эдуардович, а вот все-таки бюджет там закладывали 80, да, исходя баррелей, по курсу 80. А сейчас он стоит намного дороже, несмотря на то, что поставки сократились, в принципе, получается, что все остаются в прибыли, правильно? Это правда, и она состоит в том, что по текущей ситуации мы бьем всероссийские рекорды ИАНовой России, всех времен и народов, так скажем, да, по объемам продаж в деньгах, да, которые, значит, объем умножить на цену, да. Сейчас она выше 100 долларов за баррель в течение, там, двух месяцев, ну, может быть, трех месяцев. А как долго это будет продолжаться? А это вот никто сказать не может в том смысле, что уважаемые экономисты говорят так, кто берется спрогнозировать цену на нефть на какой-то длительный период, да, он точно ошибется и занимается неблагодарным делом. А когда Россия придет к тому, что весь мир все-таки найдет альтернативные источники нефти и газа и откажется просто покупать его? Среднесуточная добыча нефти во всем мире составляет 100 миллионов баррелей, чуть меньше, там, чуть больше, да, а российская добыча 10 миллионов баррелей, то есть 10% от мировой добычи. В экспорте от, там, 5 до 7 миллионов баррелей, если включать, там, нефтепродукт. Из-за пандемии очень сильно упало потребление нефти, мировое было не 100, а 92 миллиона. То есть, будь мы сейчас в этой ситуации пандемической, мир легко бы мог сократить свое потребление или идет какая-то мировая экономическая рецессия, да. Тоже, естественно, рецессия не содействует росту потребления, там, нефти и газа. То, чего сейчас ожидает мир, о чем сейчас говорят экономисты, о чем они спорят, о том, что уже в текущем 22-м году начнется мировая экономическая рецессия. Но все-таки это естественный процесс. А то, как мы много говорим о санкциях, о том, что все-таки Европа откажется от российской нефти, тем самым экономика России. Мое личное мнение состоит в том, что вот этот экономический цикл, он быстрее повлияет на ситуацию на рынке нефти, чем любые санкции. Они же все намечены только к концу года, через 6-8 месяцев. Так вот, я утверждаю, что через 6-8 месяцев сам мировой рынок сократится быстрее, чем начнут действовать эти санкции. Я напоминаю этот знаменитый скандал марта 2020 года, когда нефть упала до отрицательных значений на американском рынке, а в Европе упала до значений 15-20 долларов за баррель. Это происходило без всяких санкций. Это само происходило, потому что упал спрос категорический. Если он начнет падать, произойдет такой же раскол между производителями. И та же Саудовская Аравия скажет, хорошо, нас цена там 30-40 долларов за баррель устраивает, а россияне пусть сидят, отдыхают, курят. То есть можно сказать, через 6-8 месяцев все-таки как-то экономическое ухудшится у Путина состояние? Для России мировая рецессия всегда была крайне неприятным событием. Почему? Потому что рецессия прямо бьет по сырью и энергетике. Россия в шоколаде с точки зрения внешнеэкономической конъюнктуры, несмотря ни на какие санкции. И эта конъюнктура будет меняться, и тогда без всяких санкций все это ударит по экономике России. А санкции только усилят, потому что ты теряешь те рынки, которые у тебя всегда были гарантированы. Европа и Америка. И так, год назад нам, условно говоря, выстраивало планы на ближайшие 5-6 лет, когда они большую часть энергетики и выработки электроэнергии планируют заменить на зеленые источники. То есть не уголь, не нефть и не газ. Просто речь идет о том, что события ускорились. Так Европа и Америка планировали резко сократить вот эту энергетику, основанную на ископаемом топливе, к 10-му году, в течение 5-6 лет. А сейчас речь идет об одном-двух годах. Константин Дуарович, а еще такой вам вопрос. Все-таки биржа московская, она закрыта. С 24 февраля до сих пор не открывалась. Курс доллара у нас уже по 60, по 65. Нет, почему? Биржа-то работает. Константин Дуарович, дождемся ли мы все-таки доллара по 60 копеек полного железного занавеса или нет? Мне так кажется, что правительство и руководство страны, оно пока не планирует перейти или начать какой-то план мероприятий по переводу российской, более-менее рыночной, пусть даже и закрытой частично, для так называемых недружественных стран экономикой. Экспорт-импорт, он открытый, значит, и ограничен столько вот санкциями, которые приняты. И в этом смысле курс доллара, как он формируется, на бирже. Просто Центральный банк ушел с биржи, и Центральный банк сказал, что иностранцы должны покинуть биржу, а они ее покинули, потому что они не могут продать рубли, даже заработанные здесь, в стране, внутри России, с тем, чтобы полученную валюту на эти рубли забрать себе, так сказать, совершенно честным образом, так скажем. У них нет такой возможности, и в этом смысле этот рынок уменьшился, но он остался и определяется на сегодняшний день преимущественно экспортом и импортом, но как мы выше определились, экспорт у нас на совершенно рекордных, каких-то невероятных уровнях, исторически, за все время существования Российской Федерации, и вот это так называемое положительное сальдо торговое, оно рекордное за все время существования России. Сыпется валюта на страну, импорт падает, то есть спрос на эту валюту, который обусловлен теми потребностями и возможностями для импорта, этот ручеек уменьшился, спрос незначительный, да? Вот у вас, допустим, 10 миллиардов за неделю пришло, а 2 миллиарда потрачено на импорт. А куда девать это 8 миллиардов? Куда их девать-то? Дворец в Еленджике построить? Нет, по валюте, по валюте, по валюте, я еще раз повторяю, это не бюджетная тема, это тема валютного рынка, мы же его обсуждаем, сейчас мы бюджет отдельно обсудим. Константин Доратьев, а что с долгом внешним, который мы должны в валюте платить? Микроскопический долг. Хорошо ли или плохо, это спорный вопрос. Бухгалтерский это очень хорошо, потому что нет долгов, хорошо платить ничего не надо. А экономически, если посмотреть, то, значит, никто не дает ни на какие проекты, то есть, вообще-то говоря, любой бизнес в значительной мере развивается за счет долгов. То есть, если у бизнеса нет долгов, значит, он не развивается, то есть, такой признак не очень хороший, то есть, у вас тихо как на кладбище, как говорится. То есть, если ты на кладбище, тебе не надо долг брать, деньги, да, а если ты хочешь, извините, в нормальной квартире жить, или упаковать эту квартиру каким-то компьютером там для пользования, да, или хорошим холодильником, или на машине ты хочешь ездить, неизбежно тебе надо идти в банк за потребительским кредитом. Если у тебя совсем нет долгов, это нехорошо, но если у тебя большие долги, которые ты не тянешь... А если у меня вот нет долгов, мне уже пора на кладбище или еще нет? Это тебе самой виние. Так, я бы не хотел какие-то ошибочные мнения выражать. Что делать людям, которые в спешке бежали, покупали по 80, потом докупали по 120 рублей в связи с непонятным... А теперь по 50... людям и мне, что, наверное, по 120 не надо торопиться. Психологически и политически ситуация выглядела так, что можно было ожидать все, что угодно. А вот теперь он по 60. Что делать? Продавать, покупать? Какой будет курс к концу года? Я назвал понятные факторы, которые этот курс могут определять, да. Если действительно платежный баланс, по крайней мере, в торговой его части начнет достаточно серьезно меняться, а я не исключаю такого хода событий, да. И с этой точки зрения я не вижу ни у правительства, ни у Центрального банка, ни у руководства страны никаких механизмов, которые позволили бы поднять курс доллара, как говорит об этом, скажем, вице-премьер Белоусов. Хорошо сказал, только как ты его обеспечишь, этот курс? Если у тебя такой экспорт и такой низкий импорт, да, что ты будешь делать? Ты тогда должен сказать, что кто-то на рынке должен прийти и купить доллары куда-то в резерв, да, как это делал Центральный банк. Понятно, что Центральный банк не может это делать, потому что все доллары, которые он получит, они имеют шансы быть арестованными, да, заморожены. Может кто-то этими долларами воспользоваться вообще? А как ты ими воспользуешься? Никак. У Центрального банка, у руководства страны нет, на самом деле, никаких безрисковых механизмов. Эти лишние, как кажется, доллары, их можно было бы куда-то, значит, присоединить. На дворец в Келенджике. Значит, нет, это мелочи жизни. А, это мелочи. Это мелочи жизни. Я думаю, такие индивидуальные полубюджетного порядка задачи, они могут решаться... И без этих долларов. Да, легко, нет, ну, частично за счет этих долларов, да, но погоду это не сделает на валютном рынке, так скажем, да. Но можно еще Шехерезаду какую-нибудь купить, а лучше сразу всем. Ну, всяко... Всем депутатам в Государственной Думе по Шехерезаде в Келенджике. Может быть, надо вот подумать. Вот поднимем... Я думаю, что есть специалисты, которые работают в этом направлении, но я могу уверенно сказать, что традиционная схема, как она работала, вот до этих сансов, до февраля 22-го года, когда Центробанк на рынке в рамках там бюджетного правила или какого-то еще другого правила просто покупал за рубли эти самые доллары в пользу Минфина или накапливал золотовалютные резервы, которые вот потом оказались частично заморожены. Есть же люди, которые умудрились откладывать на машину, там, на покупку чего-то еще, и вот у них, например, есть 100 тысяч, 500 тысяч рублей. Вот что им стоит делать? Покупать им по 60 или ждать, когда он, может быть, будет по 60 копеек или по 40? Или не покупать вообще? Вот что делать с этими рублями? Ну, сейчас ситуация очень высокой неопределенности, а в такой ситуации очень сложно что-то советовать, рекомендовать или самому принимать какие-то решения подобного рода. Потому что кто-то копил на машину, а мы вот только что обсуждали этот самый автомобильный рынок, который упал там от 70 до 80 процентов, да, рынок новых автомобилей. И вот что этот человеку делать, который собирался купить, и вроде бы вот он накопил, а нету машин, или их в принципе нет, или они по такой невероятной цене. Ну вот человек накопил 900 тысяч, хотел купить Кио, Рио или Хюндайс Солярис, а теперь она 2 миллиона. И ему уже не накопить, ну вот что с этими деньгами делать, хранить в рублях или в долларах? Люди, которые на Кубе бывали, да, рассказывают удивительные вещи, там вся Куба ездит на американских машинах 50-х годов прошлого века до сих пор, да? То есть мы, ну, мы можем... И нас, наших еще, которые дровами. Слушай, Зилы 130-е, там какие-то москвичи 412-е, и удивительная вещь, там, правда, климат другой, конечно. Конечно, там нет наших таких зим, которые 412-го москвичу было сложно пережить, так скажем, да? Вот, ну, будем как-то адаптироваться, как говорится. Если население и граждане этого хотят, они этого... это обязательно получат, понимаете, с неизбежностью. Другое дело, что мы в Советский Союз не сможем попасть удивительным образом, потому что именно в Советский Союз претендовал на такую самодостаточную экономику, которая производила и любимые гвозди от имени Матвиенко, да, значит, заканчивая, ну, пусть даже фиатообразными, но все-таки жигулями отечественными, да? Был жигуль у вас? Ну, уже в Новой России. Скромный человек. Это жигуль в году, наверное, в 91-м, 92-м. Уже была Новой Россия, но это был настоящий советский жигуль. А учиться я начинал ездить на 24-й Волге, и могу сказать, что это лучшая школа для начинающего водителя. Александр Ильич, вот мы с вами беседуем, беседуем. Да. И зрители наши не поймут, что мы находимся в офисе оппозиционной партии «Народной свободы». Все так прекрасно и радужно для Владимира Путина вы рассказываете. А что я такого прекрасного рассказал? Ну, как все хорошо у него, вот складывается пока. Не, складывается у него по одной причине хорошо. Некое его большинство, оно действительно в России есть и людям так нравится. Если субъективно их мнение поменяется, то, наверное, и все будут не очень довольны. А что нужно делать, чтобы их субъективное мнение поменялось? И вообще, когда простой российский человек, которых вот 95%, да, начнет чувствовать на себе вот санкции, еще что-то, падение уровня жизни? Если мы определились, что автомобили – это не для 90%. Нет, не для 90%. Ну, все-таки, я думаю, что степень автомобилизации в Новой России намного выше, чем в советское время. И я думаю, что автомобилисты – одни из первых, которые начнут задавать себе вопросы. А ради чего мы терпим вот такие неудобства, как говорится, и должны задумываться о каких-то москвичах, которые вернутся скоро на наши дороги. Об искусстве завести автомобиль при минус 15 градусах в Москве утром. О таких находках, как хранение аккумулятора в собственной квартире. И ты выходишь утречком с теплым аккумулятором, раз, поставил, и пока он не остыл, успеваешь завести эту машину. А если предположить, что большинство российских автолюбителей, автовладельцев – такие же опытные граждане, как вы, которые прошли вот эту школу с аккумулятором, зарядки дома и прочего, и, в принципе, готовы потерпеть… Но знаю многих, кто прошел. Если они, в принципе, готовы потерпеть ради какой-то мифической победы, непонятно чего. Вот здесь ровно две стороны в этом вопросе закрыты. То есть, первое – насколько много, в каком объеме и как быстро будут возникать бытовые и жизненные проблемы у российских граждан. И второе – насколько у них в голове найдется конструкция, которая будет оправдывать все эти жизненные сложности, которые на голову упадут, да? Которые скажут, слушайте, это я готов там ехать на дачу и сеять картошку, как бы ради великого будущего нашей страны во главе с тем руководством, которое у нас в стране имеется. Чем вы готовы пожертвовать ради величия России? Какого-то там. Я сейчас смотрю сериал «Оби-Ван», и там есть империя, и там есть повстанцы. Наверное, ничем, потому что сегодняшний мир – это диалог. Только в диалоге рождается истина. Ну, ради величия всем. Чем конкретно? Деньгами, здоровьем, свободой. Ну, я даже не знаю. Ну, всем, наверное. Надо будет пожертвовать. Это всегда так было и всегда так будет. Ради величия России. Сейчас ради величия России вы серьезно задаете этот вопрос, чем я готов пожертвовать? Ой, ребята, вопрос не в величии России, мне кажется. Мне… Россия – это народ, правильно? Единственное, чего мне хотелось, чтобы мы жили хорошо, да? Чтобы мы были счастливы, у нас все было в достатке, не было такого сильного социального неравенства. Ради этого можно чем-то пожертвовать, и многим. А величия России – это какие-то абстрактные вещи, простите. Нам очень понравилась тема, и поэтому мы решили снять целый большой опрос, который вы можете посмотреть. Ссылка будет в описании. Вот здесь два фактора. Не совсем. Я, например, тоже готова ехать, картошка, будь у меня дача. То есть, будь у меня огород, я бы с удовольствием все засадила, но не из-за поддержки Кутина. У нас есть огород, и хорошие советские, и не только навыки, так сказать, закатывания огурцов. Совершенно верно. Наверное, найдутся люди, которые просто от этого получат специальный кайф и удовольствие, которое компенсирует все остальные невзгоды и тяготы жизни, так скажем. Не думаю, что очень высок процент такого населения, но наверняка есть. А что вот с ценами в магазинах? Будут ли они дальше дорожать? Потому что те подорожания, которые мы видим сейчас, ну, образно, ну, вот этот мем про head and shoulder за 700 рублей, он сейчас 400 на… Как разновидности тягот и лишений. Разновидности тягот, да. И лишений. Когда человек почувствует эти тяготы? Их может быть много, тягот и лишений. И я думаю, что эти тяготы будут не очень быстро, не очень динамично, но последовательно, поступательно и неотвратимо нарастать. Огромное количество предприятий закрыли, приостановили свою деятельность на территории Российской Федерации, начиная от Макдональдса, заканчивая заводами. И люди, по сути, пока им зарплата выплачивается, даже какие-то земли вроде как в Калининграде выдают под огороды. И то есть все, наоборот, как-то даже от этой истории получается в плюсе, потому что я вообще могу сидеть на диване, смотреть скобеи, вот мне еще и зарплата идет. То есть когда будет большая безработица? Наиболее живо картина может быть представлена в голове у человека, который имел богатый советский опыт жизни. Ты заходишь в магазин, там есть несколько видов консервов, мясо в углу есть в каком-то суповом наборе, стоит Дюшес, или даже Байкал. Уже так. Нет, ну я сейчас описываю некоторую ситуацию перспективную, так скажем, а не прямо снимаю фотографию с прилавков сегодняшнего дня. В крайнем случае сегодня ты можешь зайти в Азбуку Вкуса. И найти там Кока-Колус. Найти там даже какие-то импортные сыры за ценой там 4-5 тысяч, даже хамон можно купить. Примерно 10 тысяч рублей за килограмм. Мы говорим о людях, у которых зарплата 30 тысяч рублей, и они покупают все в пятерки в акции. Я говорю о отличие от Советского Союза, потому что не было Азбуки Вкуса, где можно было купить хамон. А как вы думаете, будет ли Азбука Вкуса с учетом того, что цены растут, а зарплаты нет? Есть куча народу с хорошими доходами и с хорошим благосостоянием. Сколько это? 5% населения или 10? Значит, неважно, это достаточный спрос для того, чтобы Азбука Вкуса в тех объемах, как она есть, успешно продолжила существовать. Суп вермишелевый с мясом в пакетике за 36 копеек. И макароны по-флотски надо не забыть. Прекрасные макароны по-флотски. Произойдет это через полгода или через год, это неважно. Но есть вот эта картинка, эта цель, поставлена возврат в наше советское будущее. Возврат в будущее. Такое тоже бывает, как мы видим. Такое случается. И вопрос просто восприятия людей. Если человек удовлетворен супом за 36 копеек, как говорится, ну, счастье, прекрасно, можно быть этим человеком одновременно профессором в МГУ на мехмате, например. Если это все укладывается в одну кастрюлю, это прекрасно, это работает. Я думаю, что наше политическое руководство… Исходит именно из этого? Оно не просто исходит, оно таковым является. Такой философ Гегель, значит, он мыслил диалектически. И поэтому можно быть и не быть одновременно. Вот так и наш народ. Он и марксистско-ленинский, советский. А с другой стороны, уже вроде бы как и европеец. Когда наш советский европеец почувствует, что что-то не так в его жизни? Это, опять же, пользуясь вот уже терминами, такое диалектическое сочетание бытовых неурядиц и тягот и неудачных попыток оправдать их за счет какого-то невероятного исторического собственного личного и общественного величия. Когда вот эти тяготы станут настолько существенными, что величие… Не нельзя так. Вот это известная ошибка, да, в том числе людей, которые хотят каких-то перемен, да, что они считают, что, как это говорится, холодильник победит телевизор. Все намного сложнее, да, потому что холодильник может так сработать неожиданным образом, что телевизор выиграет с двойным счетом, как говорится. Вот в этом парадокс, потому что можно оправдать тяготы величием цели. Что тогда делать с телевизором и как сделать так, чтобы… А ничего не надо делать. Ничего не надо делать. Он не смог ничего оправдать. Надо подождать и посмотреть. Телевизор? Посмотреть, как вот эта диалектика сработает. Я думаю, что руководство страны боится такого эксперимента. Оно будет что-то предпринимать, как мне кажется, чтобы избежать такого эксперимента в чистом виде. А какой-то советский европеец в случае все-таки неудач в величии и в случае пустого холодильника может ли повторить историю 17-го года прошлого века и с виллами пойти на дворец в Геленджике? Ну, это настолько условный пример, что его очень себе сложно представить. Он сильно оторван от реалий, в которых мы живем в настоящий момент или реалий, которым можно более-менее толково сконструировать для того, что мы можем увидеть через год, через два. С другой стороны, мы с вами, встречая Новый год, 2022, не предполагали, что через несколько месяцев мы окажемся совсем другой реалией. Правильно? Никто же не мог даже предположить такого. А никто не мог предположить, я думаю, что и те, кто принимали решения определенные, не могли такого предположить и не предполагали. Более того, были другие какие-то планы. Цветочки за три дня? Именно. Совершенно верно. Такие же были планы. И весь Запад тоже не предполагал. И никакие интеллектуалы не предполагали. И не потому, что все вышеперечисленные какие-то тупые люди, да? Просто такой вот случился исторический расклад. Просто человек и человеческая ценность настолько важна, что никто не предполагает, что кто-то у кого-то в 21 веке это может забрать таким образом. Так я еще раз повторяю, никто это не имел в виду. Цветочки же были за три дня. Весь Запад и все интеллектуалы не предполагали. Так же, как и наше руководство страны тоже не предполагало. Никто не имел в виду, так получилось. Вот как иметь дело с тем, что получилось? И как вообще будут относиться к российским гражданам, жителям Европы, мира? Если мы смотрим сейчас на эту ситуацию с учетом этого опыта, то может быть, конечно, все что угодно. И самая непредсказуемая история здесь – это восприятие людей. Я, может быть, обострил бы для себя этот вопрос таким образом. А готово ли наше население жить в Северной Корее? Готовы ли вы жить в Северной Корее? А мы разве не в ней? Мы в ней. Что нам делать, чтобы как-то из нее выбраться? У меня нет ответа на этот вопрос. Я, честно, не знаю. Как в Корее? Нет. Не готова. Что же делать вам молодым красивым в России дальше? Уезжать. Нет, не готов. Почему? Ну, там жесткие законы, какие-то жесткие правила. У России есть тенденция прихода к такому? У России, думаю, нет. Я не знаю. Где я был, там мне нравится. В Европе. Но нас туда не примут с такими. Понимаете? К сожалению. К сожалению. Да. Чего? Нет. Ну, вот если Россия... Нет, нет. В другой стране, но не точно не в Северной Корее. Австралия, Голд Кокс, я бы там жил. А есть тенденция у России все-таки в скатывание в такой режим Северной Кореи? А при чем здесь Северная? Нет, да мне вообще неинтересно Северная Корея. А России интересно? Ее будущее? Да, интересно, но это очень сложно. В Вовке навести порядок в этой стране. Очень сложно. Вот завтра объявят, что какая-то чучхе наша местная будет, значит, с опорой на собственную силу, со спецификой нашей цивилизационной модели. Только надо сильно потерпеть. Три прически на всю деревню и джинсы выкинуть, как раздельный элемент. Я же сказал, три вида консьеров в гастрономе, как говорится. И дальше можно сочинять всю эту картину, бесконечно стебаться на эту тему, шутить там и так далее, и так далее. А потом всерьез задать вопрос. Вот ради чего-то, даже не знаю чего, вы готовы вот в таком режиме оказаться? По улице строим, значит, под барабанную дробь с песней торжественному маршу, значит, там наша речевка, наш девиз и так далее, значит, и, естественно, солнечный круг, небо вокруг. А кто все-таки в советском времени был самый порядочный гражданин, самый нормальный среди всей общей пионерной истерии? Порядочным человеком в советское время был человек, который от всего советского максимально сторонился. И крайней формой такого сторонящегося от всего советского был, конечно, алкоголик. Как правило, интеллигентствующий алкоголик, то есть человек с хорошим образованием, который находил отдушину настоящую жизнь в процессе живого общения с собутыльниками теплой компании. Я думаю, компания у нас теплая, стол у нас огромный, интеллигенции у нас хватает, вон у нас золотые картины, может, уже нет еще? Еще, еще чуть-чуть надо. Так надо же начинать уже быть самыми порядочными гражданинами. Ну, мы и задались вопросом, на который нет ответа, что к чему наше общество готово, оно готово вернуться в свое будущее или прийти в свое будущее, совпадающее со своим прошлым, в некоторую корейскую конструкцию. Прямо как Северная Корея? Ну да, что, родину не выбирают. Когда-нибудь у нас такого не будет? Ну, такого вряд ли. У нас слишком большая страна, чтобы накрыть таким железным колпаком все. Ну, было такое у нас в истории, когда было очень похоже на это. Ну, в каждой стране всех по-разному свой путь исторический. Поэтому, ну, пережили, вряд ли история вернется. Как он говорит, что история возвращается в виде фарса? Нет. Почему? Культура. Возможности. А поскольку я как человек творческий, я хочу чувствовать себя свободно. Нет. Нет выбора. Нет. Почему? Потому что, смотря на западные страны, смотря на тот уровень жизни, во-первых. Во-вторых, свободу слова, здесь жизнь, ну, такое. От незнания языка ты не можешь пойти туда, не можешь уехать из страны. Все из-за незнания языка. Поэтому приходится здесь оставаться. Какое будущее вас ждет, ребят? Надеюсь, светлое. Очень надеюсь на это, что ждет светлое будущее. Мы сегодня, между прочим, выпускники. Блин, кайфово, наверное. Кайфово. Я бы хотел, чтобы у нас президентом был Ким Чен Ын. Вот. Ну, я бы кайфовал. Уверены? Ну, да, на сто процентов. Если в лагерях. Если в лагерях. Но пожизненно. Блин, ну, и получается, как в Северной Корее, я и два еще поколения, да? Еще круче. Скорее, нет. Почему? Закрытость границ, в первую очередь, смущает. Свобода? Свобода и так мало. И на почве новостей я даже сделал загран на всякий случай. В Северной Корее, кстати, нет машин у простого населения вообще. Машины имеют право получать, вообще иметь право водить, только военные и приближенные. Так правильно, а зачем людям машины? Вот, вот. Я к тому, что если у нас здесь москвич не удастся построить... Картошечка, воздух хороший, лес, грибы собрать. Пошли уже, земляника уже идет. Земляника. Да, вот надо быть ближе к природе, ближе к истокам. Значит, ну, пока я еще не ловлю в идеологических установках какой-то богатой идеи, которая позволит соорудить идеологию, под которую все готовы будут пожертвовать. Все в космос все полетят на счастливую планету, не знаю, во главе с Рогозином. Значит, стоит подумать, наверное. Летят ли с Рогозином или нет, даже не надо думать, надо просто ехать на огород. Я бы предложил руководству страны объявить открытый конкурс на сверхидею, ради которой вся страна должна как бы пожертвовать всеми. Вот зачем нам автомобили, зачем нам консервы, хамоны, моцареллы, вино импортное? Зачем? Ничего не надо. Картошка с огорода, консервы дальневосточные. Вина тоже с огорода. Вино можно делать... Из молейной. ...побочный проект. Да, именно из всего родного. Но вот пока есть идеология только одна. Разрушение? Нет, мы великая страна. В чем величие проявляется? А и не надо конкретизировать. Вот это самое опасное. Это против, это шуточки прозападные, какая-то конкретика. Нет, мы просто великие. И этим мы должны удовлетвориться. Почему бы конкурс не провести, и множество образованных интеллектуалов включатся в эту работу? И сядут в тюрьму за свои идеи. Нет, почему бы. Если кто-то придумает, ради чего можно есть дорогую колбасу, например, ну в два раза дороже, чем она, по идее, стоит. И обойтись своей по 2,20, по 2,80. Кстати, такие цены тоже возможны. Если рубль за 67, то есть доллар за 67 копеек, то и колбаса по 2,20. Любительская, докторская за 2,80. Прекрасная идея. Отлично. Докторская это с жировыми вставками. А еще молочная подешевле, 2,10. Без жировых вставок. А почему она дешевле? Без жировых вставок. А почему она дешевле без жировых вставок? А то, а запах прекрасный. Коты особенно любили. Если кот ест, значит настоящее. Тогда, видимо, настоящее было, потому что импортные заменители стоили дороже, чем мясо. Я прекрасно вспоминаю кефир в стеклянных бутылках, а сейчас такой же кефир, но по 110, по 120 рублей. Но можно дождаться акции, когда его сургодность останется неделя, и купить его за 50 и выпить. Может быть, но проблема в том, что для власти, в чем проблема? Что Советский Союз вернуть невозможно. Из-за рыночной экономики? Нет, нужно потратить очень много сил и ресурсов. Вот так же, как Великая Советская Россия, индустриализованная, с огромным ВПК и так далее, и так далее, и с «Жигулями» и «Волгами», 154 и «Ил-62», с огромными этими железными дорогами, лучшим в мире московским метрополитеном. Это все стоило огромных усилий всей страны и огромного количества жертв, в том числе в плане бытовухи, а не только жертв самых настоящих, в лагерях и так далее. Чтобы вернуть Советский Союз, нужно примерно такую же траекторию пройти, потому что нужно много чего сделать. Нужно построить огромное количество заводов. Раз мы иностранцев всех выгнали, нам не дадут ни капитала, ни технологии, поэтому мы сами должны что-то придумать. Так как я сам родился на Донбассе, ныне печально известном, всем известен теперь город Нью-Йорк. Вот во всех новостях, потому что там какая-то невероятная битва развернулась в районе этого, ну это поселок на самом деле Нью-Йорк. Почему? Потому что это американцы построили там фенольный завод в период индустриализации, за что было заплачено зерном, который был вывезен во время голода на Украине, как известно. То есть кто-то должен поголодать для начала, чтобы был построен какой-то завод. Если мы хотим возврата Советского Союза в полном масштабе, с нюансами, то это один из таких крайних вариантов, которые придется пережить со всеми негативными эффектами и последствиями. Люди, которые мечтают о Советском Союзе, они просто не понимают последовательности шагов и усилий, жертв, которые необходим для того, чтобы действительно соорудить какую-то самодостаточную экономику в этом мире, крепостной стеной. Обсудили санкции, доллар, обсудили людей, это на них не влияет. Что происходит с бюджетом Российской Федерации? Ситуация приобретает такой быстро ухудшающийся характер. То есть понятно, что быстро ухудшается не за два дня, а за три дня, а на уровне год-два. То есть если страна теряет западные рынки и будет общая рецессия, о чем я говорил, выше, то понятно, что начнутся проблемы с бюджетом, с доходами бюджета и от нефти и газа, то, что называется нефтегазовые доходы. Но проблемы начнутся и уже начинаются с базовыми налогами, такими как налог на добавленную стоимость, все виды подоходных налогов, налог на прибыль, потому что бизнес неизбежно будет терять деньги. Бюджет будет скукоживаться. То есть да, будут нарастать сложности. Повысит ли это уровень недовольства у граждан? Ну, я думаю, что в какой-то момент граждане, вот эта широкая масса, не те, которые припевающие при любом раскладе, так скажем. Если об этих людях мы говорим, то эти люди уже к концу этого года будут задавать вопрос. Себе. Не Путина. Просто пока себе. Это первая фаза. Она должна быть пройдена. Невозможно перескочить через этап. Вот он себе задал в конце года этот вопрос. Попытался что-то понять. Когда он перейдет к задаче этого же самого вопроса, к Путину и к власти? Нет. Потом такой вопрос должно себе задать критическая масса населения. С какой процент? Критическая масса – это сколько? Десятки миллионов в городах должны задать себе вопрос. Что-то не то происходит. Почему? Это не время. Оказалось, это не временно. Это не вот затяните пояса там на месяц-другой. А люди начинают понимать, что это надолго и беспросветно. И они начинают задавать вопрос. Почему? Ради чего? Для чего? И вот когда десятки миллионов задают себе такой вопрос, уже на общественном уровне начинают искать ответ. Дай бог, что мы этот этап пройдем таким образом. Руководство, так скажем, политическое не найдет какой-то морковки, которая отвлечет внимание, которая найдет какой-то для людей, даст какой-то ложный ответ. А почему мы все-таки говорим о том, что человек задумается только тогда, когда у него вот он станет жить хуже существенной подумки? А когда у него и так все в порядке, зачем он будет задавать себе вопрос? Нет, хорошо. А почему вот современного российского гражданина, ну в большинстве своей массе, я не о всех говорю, а в большинстве не волнует вопросы Украины, Донбасса, Крыма? Это вопрос культуры, истории, образования, вопрос восприятия мира, как вот он у каждого человека складывается. Если он таким образом складывается в какой-то критической массе населения, то с этим ничего невозможно делать. Тогда эта аудитория, эта масса, она с удовольствием реагирует на сигналы, которые как раз попадают в точку именно в это восприятие, в корень восприятия, так скажем. И когда у вас население всячески отучалось от критического восприятия тех или иных фактов или событий, то тем успешнее работает, доходит до уровня реакции собаки Павлова, как говорится. Вот показали колбасу, вот выделяется слюна, как говорится. Константинович, а если все-таки говорить не о каком-то критическом мышлении, культуре, образовании, если просто говорить о том, что человек же он должен быть высшей ценностью, сострадание, какие-то вещи? Нет, Аристотель говорил, что... Чем человек от других животных отличается? Потому что он политическое животное, потому что он должен критически воспринимать мир, в котором он живет, страну, в которой он живет, и положительное, и отрицательное, но быть способным на уровне интеллекта, опыта и восприятия, и эмоций выделять какие-то причинно-следственные связи. Если человек не способен это сделать, то он тогда воспринимает все слишком просто, значит, как в детском саду. То есть он заведомо ребенок такой, политический ребенок. И у нас население, к сожалению, граждане страны, это политические дети, для которых всегда будет приятно, когда для них есть родитель какой-то, которому будет передано полностью... За меня решат, за меня сделают. ...полномочия все. В партии же сидим, целая партия оппозиционная, зарегистрированная на территории Российской Федерации. Что вообще сейчас можно делать, чтобы попытаться как-то изменить, не знаю, просветить, переубедить? Вообще, что можно сейчас делать? Вообще, что делать, Константин Дович? Ну, все зашло настолько далеко, что делать ничего невозможно. Любая широкая просветительская деятельность, это деятельность политическая, которая будет воспринята в любом случае как деятельность против власти, против государства, против народа, против страны, в пользу Запада и так далее и тому подобное. Избирательная система и сами политические процедуры сведены к нулю, по большому счету. У меня есть твердое ощущение, что до появления вот этого момента понимания критической массы людей, что есть хотя бы какие-то вопросы, да, то, о чем мы выше говорили. Все это бесполезная история. А если как-то пытаться, так сказать, приблизить время, когда люди начнут задавать вопросы? Власть, как она сейчас устроена, она будет достаточно жестко, эффективно бороться именно с этим, именно с тем, как это было сформулировано, чтобы никто не смог не то, чтобы приблизить, а вообще допустить какие-то ситуации, когда критическое масса населения, то есть я говорю о десятках миллионах людей, зададутся вопросом. Константин Иванович, ну это же не говорит о том, что вот просто сядем на диван и ничего не будем делать. Нельзя же так. Эта ситуация не носит устойчивого характера, да. Поэтому на вопрос, что делать, нет другой формулы, как ничего не делать. Но с другой стороны, понятно, что нужно создавать какие-то очаги общественной дискуссии, общественного мнения, обмена мнениями, выражение этого мнения, да, значит, без рисков, конечно, попасть под какую-то уголовную статью, потому что, в принципе, даже вне пространства уголовных статей существует огромный запас территорий, так скажем, где нужно действительно серьезно работать над мозгами людей. А какая дискуссия была бы полезна? А любая тема, которая имеет общественный интерес, история, культура, здравоохранение, все, что угодно, что вокруг чего может сконцентрироваться какой-то общественный интерес. То есть во всех этих сферах можно найти абсолютно советский подход, советский нарратив, как модно говорить, да, значит, и, так скажем, нормальный нарратив, рассуждение, подход обычного нормального здравомыслящего человека, да. Константин Дорч, а если бы все-таки в 90-е годы занимались культурой, образованием, провели системную декоммунизацию, реституцию, похоронили бы Ленина, в конце концов, улицы переименовали и вообще занимались бы образованием, культурой, здоровьем, экологией, чем-то таким, может быть, мы бы вот сейчас не пришли к тому, почему мы пришли сейчас? Ну, это очень сложный вопрос, на самом деле, особенно если он сформулирован, а были ли упущены какие-то возможности там в 90-е, были ли какие-то правильные или неправильные политические решения, а есть еще и спросить каких-то конкретных людей, там, условно говоря, ну, например, там, Ельцин, Гайдар, Чернобырдин или какие-то там работники администрации президента, кто ошибся, значит, кто не пустил в страну, одни скажут по китайскому варианту, а кто скажет, что почему мы не пошли как восточная Европа, сразу в Европу, как говорится, без всяких там закидонов имперского характера, потому что не с Путина они начались, эти закидоны, мы помним разворот Примакова в самолете, мы помним фортили там от того же Ельцина, не буду сейчас погружаться, мне кажется, что это не плодотворный путь искать эти ошибки и развилки, какой-то внутренний, в глубине сидящий вот этот советский камень, он оказал, не был раздроблен в массе, и как только ветер сменился и снова нам дали вот эту надежду великой России, империи, сразу этот камень обозначил себя как какой-то глубоко сидящий кристалл во множестве российских людей. Оказалось, что эти 20 лет ничего нового не смогли создать. Мы видим в них обычных каких-то советских людей именно в научно-социологическом понимании этого слова, а не просто, как у нас брастают слово, там, совок. Ну, совок – это что-то такое эмоциональное. Мы просто видим, что это люди в своей массе с глубоко укоренившимися советскими ценностями. Вот сколько в сложившихся условиях санкций, войны и прочего осталось Владимиру Путину? На этот вопрос, ну, если мы не берем медицинские какие-то физиологические показатели, мы говорим не о нем, а об обществе, сколько в обществе, сколько в стране, в населении есть этот запас прочности для того типа режима, в котором мы находимся. На сколько лет? Или Сидоров, или Патрушев, я не знаю, кто значит. На сколько лет запас прочности? Я думаю, что года два-три. А как вы считаете, через два-три года, когда, наконец-то, начнутся перемены в России, чем важнее будет начать заниматься декоммунизацией или декоммунизацией? Декоммунизацией. Вот что надо делать первым делом? Это не та ситуация, когда с каким-то инструментом нужно подойти к агрегату, что-то подкрутить, что-то отвинтить, что-то поставить новое. Это так не работает. Мы же говорим о том, что новая страна должна появиться в результате глубокого изменения набора ценностей. Что делать, чтобы в людях поскорее появились ценности здравого, разумного человека и человека, для которого человек выше ценности и его права тоже? Доброе и вечное. Каким образом? Вот каким образом организации, партии, люди, обычные, простые люди могут этому способствовать? Говорить правду, давать аргументы в пользу здравого смысла, пытаться расширить круг людей, которые способны критически мыслить, я не утверждаю, что отсутствуют по определению отрицательные сценарии. Просто любой отрицательный сценарий, он просто удлиняет эту историю. С двух-трех лет до пяти-шести, например. А потом до десяти, а потом и до ста. Да, но кончится все равно переосмыслением и поиском чего-то здравого. За темнотой всегда наступит рассвет. Безусловно. Независимо от того, что он будет через сто лет. Ну, потому что есть логика, как написал один автор, история так или иначе кончается, да? Но он, правда, имел в виду, что история заканчивается всеобщим либеральным миром и глобализацией, да? Ну, сейчас, если мы у этого автора спросим, он скажет, да, и конец истории, ну, он перенесен на некоторое время, но он все равно состоится неизбежно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова